The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Достаточно много интересных вещей, которые связаны с этим выпуском или продуктами, созданными вокруг него. Меня зовут Андрей Савцов. Я сотрудник московского представительства компании Embarcadera. Мои координаты будут вам видны в конце сегодняшнего вебинара. Вебинар, как обычно, записывается. И если не произойдут никаких технических сложностей, через какое-то время будет помещен на стандартный канал YouTube Embarcadera Russia. Итак, давайте продолжим. Хотел бы напомнить, что компания Embarcadera уже несколько лет входит в состав другой большой компании под названием Aidera. Это тоже американская компания, но она владеет не только компанией Embarcadera, но сейчас в ее состав входит также компания Сенча, Фраала, Хоултамата, продукты которых поставляются в рамках категории инструменты для разработчиков приложений и разработчиков программных систем. Почему я это дело подчеркиваю? Потому что Aidera обычно связывали с продуктами для баз данных. Embarcadera тоже, соответственно, являлась первоначальным источником продуктов для работы с базами данных. Сейчас они находятся в компании Aidera, а мы сегодня будем говорить в основном о продуктах для разработчиков приложений. Простите. Итак. Мы собрались по достаточно знаменательному поводу выхода главной версии, то есть начальной главной версии нового продукта 10.3.rio, который, этот выход произошел совсем недавно. 21 ноября было объявлено о широком глобальном выходе этого продукта. За неделю до этого мы в Москве проводили конференцию, живую конференцию, посвященную этой же теме, и о предстоящем говорили выходе этого продукта. Сейчас мы уже рассказываем о том, что вышло, что туда включено, что не включено, и какие могут возникнуть проблемы у тех людей, которые в срочном порядке переходят на эту новую версию. Сегодня нас не очень много, я так подозреваю, что большинство уже знают о этом событии, хотя о нем не было так уж прямо широко объявлено. Был один небольшой пост, посвященный этому продукту, но я думаю, что многие уже успели познакомиться в основном с тем, что вошло в эту новую версию, поэтому я постараюсь сейчас как можно меньше делать такой обзорной информации, коснемся мы скорее более практических вещей, которые могут заинтересовать людей, которые вот сейчас хотят пощупать, потрогать эти самые новые возможности, которые вошли в этот продукт. Как я уже говорил, выход продукта не сопровождался большим информационным шумом, тем не менее новая версия вызвала огромный интерес. Я счел полезным показать вам фотографии с одного из событий живой конференции, которая проходила также до выхода, но была посвящена предстоящему выпуску этой редакции. Обратите внимание, с каким энтузиазмом и какой огромный интерес вызвала этот продукт у различного рода разработчиков. На первом плане один из лидеров разработки именно этого нового релиза, человек, который занимается развитием возможностей C++ в нашем проекте, Дэвид Миллингтон, заодно вы его увидели. Почему такой интересный? Потому что все знают, что Embarcadero RadStudio – это самый быстрый путь создания кросс-платформенных нативных приложений с поддержкой различных гибких облачных сервисов и также даже набора IT-устройств. То есть это универсальный инструмент. Однако главные слова здесь являются кросс-платформенный, нативный, быстрый и визуальный. Значит, за счет существования, за счет поставки огромного количества уже готовых визуальных компонент, которые обеспечивают как визуальные контролы для графических интерфейсов на разных платформах, так и невизуальных компонент, которые позволяют резко ускорить создание приложений, включая уже большой набор функций в рамках этих компонент, мы даем возможность разрабатывать систему визуально, то есть практически в двойном режиме, как визуальном, так и текстовом, одновременно для самых разных платформ. Второй важный момент, который я хотел бы обратить внимание, что мы кросс-платформенные. Мы поддерживаем не просто множество платформ одновременно, но мы разрабатываем для каждой платформы нативные приложения, то есть работающие прямо на железе, не используя каких-то дополнительных программных средств. Сейчас у нас официально поддерживаются следующие платформы. Windows 10, ну вообще Windows-платформа и в частности самая последняя Windows 10, в том числе октября 2018. Macosmahav. Linux 64-битный для серверных приложений, он поддерживается сейчас только в Delphi, но в редакции Enterprise. Официально поддерживается редакция Ubuntu Red Hat, но родственные им варианты Linux'а также могут быть использованы, если вы ими пользуетесь. Android Pie также может быть использован в качестве основы для разработки приложений, ну и, соответственно, последняя версия iOS 12 также поддерживается нашим приложением. Быстрое развитие этих платформ связывает нам руки с тем, чтобы мы как можно быстрее выпускали какие-то обновления продуктов. Дело в том, что каждое обновление платформы заставляет нам, нас как можно быстрее адаптировать наши инструменты и дать средству разработчикам разработки именно под эти обновленные версии. Поэтому процесс обновления идет непрерывно. Последняя версия, которая была выпущена до этого, имела индекс 10.2.3. В нее вошло достаточно много существенных улучшений, которые перечислены на этом слайде. Однако, они не настолько важны, чтобы выделять этот релиз было в отдельную главную версию, которая, по нашему мнению, должна содержать нечто достаточно большое изменение, которое будет развиваться в дальнейшем в рамках уже расширения, добавления, обновления возможностей, которые вошли в этот релиз. Главным событием, которое было связано с Delphi 10, ну, не только Delphi, с релизом 10.2.3, это то, что появилась специальная версия, специальная редакция нашего продукта Community Edition. В настоящий момент это самая популярная редакция нашего продукта. Она дает вот такой темп скачиваний за первые 4 недели. И как вот в индустрии кинофильмов мы можем оценить интерес пользователей к этой версии. Чем она отличается? Она бесплатная, с полными возможностями редакции Professional, но имеет ограничения на использование. Она предназначена в основном для физических лиц, для компаний-стартапов, для людей, которые изучают технологии, в том числе и не только связанные с Delphi или там C++ Builder. В том числе она позволяет, в отличие от предыдущей бесплатной редакции, и разработки. Хотя разработки имеют лицензионные ограничения, по достижению предела которых компания должна, или разработчик должен приобрести коммерческую, полную коммерческую лицензию. Она обеспечивает разработку нативных приложений для Windows и остальных платформ, и соответствует редакции Professional полностью возможностям. Соответственно, поскольку Professional теперь включает возможности мобильной разработки, она позволяет и делать мобильную разработку. Итак, после всех этих слов, я хочу представить вам новую версию, которая вышла совсем недавно, 10.3 Rio. У нее измененный внешний вид, и вот основной перечень расширений и обновлений, которые туда были включены. Первое и самое главное – это акцент на C++ языке для различных платформ. В данном случае мы говорим о значительном расширении и усилении наших компиляторов, с тем, чтобы они поддерживали C++ стандарта 17. Дальше. C++ не единственный язык, который входит в состав этой РАД-студии. Также туда входит, естественно, Delphi, самый популярный язык из наших продуктов. Простите, пользователи используют его в множестве приложений. Он также был расширен синтаксически для обеспечения дополнительных возможностей языковых, которые можно теперь применять в своих приложениях. Немножко подробнее мы об этом сегодня дальше коснемся. А вообще говоря, C++ и новым возможностям языка Delphi или общих Pascal мы хотим посвятить отдельный вебинар, который пройдет через две недели. Развивались также платформенные библиотеки, связанные с либо разработкой конкретно под Windows, либо с разработкой под остальные платформы. Это библиотека FireMonkey, хорошо известная и широко используемая. С точки зрения уже поддержки последних версий Android, вот эти изменения в FireMonkey были основные, но там этим не ограничивается. Но есть еще один момент. Дело в том, что среда RAD-студии, Delphi или C++, это среда визуальной разработки, и она используется практически каждый день при разработке тех или иных систем, даже если они не связаны с визуальными приложениями. Дело в том, что пользователи проводят большую часть времени перед этой средой разработки, и, соответственно, мы должны были подумать о том, чтобы модернизировать эту среду для обеспечения большего комфорта, большей эффективности работы наших разработчиков, ну и, соответственно, может быть даже более современного внешнего вида для того, чтобы обеспечить приток, скажем, новых разработчиков, вернее, скажем так, избежать оттока старых разработчиков из наших, соответственно, приложений и инструментов разработки. Расширенная архитектура RAD-сервер – это, можно сказать, тренд последних лет. RAD-сервер развивается очень постоянно. Ну и повышение общего качества и производительности. Мы имеем возможность внести массу изменений и исправлений программного кода наших инструментов именно в моменты выхода очередного релиза. Давайте теперь посмотрим немножко об этом поподробнее. Хотел сказать, что Windows – это среда, основа, в которой, собственно, работают наши инструменты. Наши компиляторы – это Windows-компиляторы. Несмотря на то, что мы поддерживаем множество дополнительных платформ, среда работает на платформе Windows, и это достаточно объяснимо. Windows по-прежнему является самой популярной средой работы разработчиков. Те, кто разрабатывают для, скажем, Mac или iOS, они, конечно, используют Mac, но на тех же Mac совершенно спокойно ставят наши среду в окна отдельные, поддерживающие Windows, и там работа происходит не менее эффективно, чем в платформе Windows. Поэтому, конечно, Windows мы будем поддерживать и в дальнейшем. А поскольку из этого графика достаточно наглядно видна тенденция, что Windows 10 сейчас является самой популярной практически платформой для всех Windows-пользователей, мы продолжили развитие этой платформы, при этом, в отличие от многих других производителей инструментов, добавляем поддержку особенностей Windows 10 последних версий без потери совместимости с Windows 7. В RAD-студии Windows 10 уделяется именно поэтому особое внимание, что это и среда нашей работы, и достаточно большая цель для наших приложений. Windows 10 отличается от многих других Windows-платформ тем, что имеется... Это универсальные операционные системы, которые поддерживают как настольные, так и мобильные приложения, а также обеспечивают работу с магазином приложений, рекламную и платную поддержку, которые нужно обеспечить. Работа в Windows происходит с использованием набора компонент VCL, Visual Component Library. Традиционная библиотека, которую мы используем для всех наших приложений, она развивается для того, чтобы обеспечить работу со всеми возможностями Windows, и в частности, мы сейчас хотим подчеркнуть, что VCL была доработана для использования мониторов HiDPI и 4K-разрешения. Мы используем несколько измененные, модифицированные API и правила определения разрешения тех или иных устройств визуальных для автоматического. Мы обеспечиваем дополнительную поддержку WinRT, API и Windows Store. Однако, другие платформы, значит, для нас не меньше. Альтернативой, которую наши пользователи могли бы использовать для того, чтобы разрабатывать приложения для каждой из этих платформ, это использование собственных инструментов тех компаний, которые поставляют эти платформы. Это либо Apple, либо это Google для Android, либо это Windows приложения. Но в этом случае, получая всю мощь этих инструментов в свои руки, они сталкиваются с тем, что приходится поддерживать, ну, соответственно, столько приложений, столько проектов, сколько будет выполнять этот проект, сколько должен платформа поддерживать. Мы же, в отличие от этих инструментов, обеспечиваем в рамках RAD Studio подход такой, что один проект – единый код для четырех платформ сразу. Это не значит, что он будет такой усредненный и, как бы сказать, безликий. Мы знаем особенности каждой платформы, даем пользователю возможность использовать эти особенности, но проект и основной код являются едиными. Ну, вот, собственно говоря, то, о чем я сказал. Мы считаем, что будущее будет представлять кроссплатформенность. Развитие нашего продукта было направлено именно в эту сторону, обеспечить это будущее. При этом нашим разработчикам не придется пожертвовать ничем, потому что тонкую доводку пользовательских интерфейсов и взаимодействие приложений, которые будут разработаны с этими устройствами, можно отлаживать прямо в ходе разработки. В нашей среде есть такие интересные средства, как FireUI Multi-Device Designer, то есть дизайнер, который позволяет сразу проектировать, учитывая особенности каждых отдельных устройств и сразу же посмотреть, как этот интерфейс, как это приложение работает на уже физических устройствах, если вы подсоединили их к своей станции. При этом можно использовать как стилизованные компоненты пользовательского интерфейса, стилизованные с точки зрения вас, разработчика, дизайнера этих приложений, или использовать родные, те, которые входят в нативное IP, каждой из этих платформ, перечисленных здесь. Ну и сказавши это, давайте посмотрим, какие изменения произошли в самой среде разработки. Это тоже достаточно существенный кусок изменений, которые были внесены в наши продукты. Причиной обновления пользовательского интерфейса является достаточно замшелый, я бы назвал таким образом, внешний вид и пользовательский интерфейс последних вариантов RAD Studio. Это не значит, что он совсем такой неудобный и так далее. Наоборот, пользователи, пользуясь этой штукой широко. Но просто есть определенные вещи, которые, например, мешают пользователям работать чуть быстрее, чуть эффективнее, и которые заставляют пользователей, ну, например, уставать больше в результате 6-8 часового рабочего дня, нежели это было бы разумно. Поэтому был изменен именно пользовательский интерфейс с точки зрения и украшения, и оптимизации работы. Он стал более логичным, он стал более пригодным для дальнейшего развития, например, интернациализации. Это он стал более быстро осваиваемым, ну, и, соответственно, перенастраиваемым, если вам требуется настроить под свои конкретные нужды, тем, чтобы ускорить собственную разработку. Обновление коснулось не только самой среды редактора, но и практически каждого диалога, который входит в эту среду. В частности, эти изменения коснулись перепроектирования менеджера пакетов. Сейчас современные приложения и расширения нашей среды ставятся через этот менеджер пакетов, если кто еще не использовал этот гетт. Кроме того, остальные диалоги стали тоже более понятными, просматриваемыми, более, я бы сказал, визуальными, и в них легче ориентироваться. Главное окно осталось примерно таким же, но изменения, которые на первый взгляд могут показаться незаметными, направлены на то, чтобы упростить работу пользователя с этим интерфейсом. Принцип такой. Вы там, все там, где вы ожидаете, но аккуратнее, читабельнее и быстрее находятся, если вам что-то требуется. Мы считаем, и практика отзыва наших пользователей показывает, что это действительно так, что такие изменения способствуют более комфортной и менее утомительной работе при длительных циклах разработки, например, больше шести часов в день. Ну и чтобы не быть голословным, давайте мы перейдем к показу этой версии. Я хотел бы продемонстрировать ее и внешне, и по сути некоторые возможности. Она у меня открывается на соседнем окне, к сожалению. Это связано с особенностями трансляции нашего вебинара. Сейчас загрузится, и я перетащу ее на главный экран. Итак, что вы потеряли, пока происходило что-то на предыдущем экране? Вы потеряли только сплэш-скрин, который был на одном из слайдов. Достаточно красивая картинка, но кроме картинки там ничего особо полезного нет. Смотрим на экран. Он стал несколько более компактным, на мой взгляд. И вот это то, что называется WelcomePage, это на самом деле страница, на которой содержится масса полезной информации. Она была и в предыдущем релизе. Она упростилась. Например, документация переехала именно сюда. Теперь в главном окне редактора ее не будет. Но в основном все функции, которые вы ожидаете, они находятся здесь. Вы здесь же также можете открыть новое приложение, старое использовать и так далее. Меню чуть-чуть поменялись. Сейчас мы обратим внимание. Главное изменение, которое вы можете заметить, появилось окно поиска на... И выбора вот здесь вот, выбора темы, которые можно использовать. Есть тема, темная тема. Она немножко изменилась по отношению к той, которая появилась в 10.2.3. Она стала более читабельной. Цвета такие, что они заметны, соответствуют друг другу так, чтобы более заметный был текст. Я думаю, что для показа нам лучше использовать светлую тему. Светлая тема также немножко изменилась в сторону улучшения обзорности нашего экрана. Давайте для примера откроем какое-нибудь приложение. Ну, например, вот у меня уже готовое приложение. Давайте посмотрим, как это дело выглядит. Приложение совершенно простое. Оно нужно мне для демонстрации одной из измененных возможностей среды. Суть сейчас не в нем. Давайте посмотрим на внешний интерфейс. Прежде всего, изменились характеристики тех окон, которые вы видите здесь на экране. Что было плохо в предыдущей версии? У нас было очень много вариантов закладок на редакторе. У нас очень маленькая была площадь взаимодействия с этими закладками. У нас не всегда элементы были выровнены. Не всегда видно, где сейчас находится фокус для ввода. Ну и так далее. Сейчас это все исправлено. Например, четко видно, какой редактор сейчас у вас активен. Совершенно замечательно, что теперь у нас разделители наших частей окна стали более заметны. Они не путаются с общим фоном среды работы. Появились также, как вы видите, другие контролы для того, чтобы эффективнее работать с визуальной частью. Ну а, соответственно, если мы переходим в редактор, то здесь у нас особых изменений не произошло. Можно использовать в Object Inspector достаточно интересные свойства, те свойства, которые были здесь заложены. Ну, например, здесь вот совершенно видно, какое свойство здесь используется. Когда мы делаем выпадающие списки, они становятся нагляднее. Ну и так далее, и тому подобное. Обратите внимание, насколько все стало аккуратнее. Выглядит несколько более аккуратно и более, я бы сказал, модерново. Точно так же, если мы будем теперь работать с деревьями, то в деревьях выделение стало более заметное. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, где, в каком месте вы находитесь, что сейчас конкретный компонент работает, ну и так далее, и тому подобное. Также изменились палитры и иконки. Вот тут есть определенные замечания. Мои друзья говорят, что теперь надо привыкать к новым иконкам, но иконки стали, во-первых, более четкими, во-вторых, более масштабировыми, можно использовать на экранах с большим разрешением, и в-третьих, они стали более интуитивно понятными. Все диалоги, которые здесь используются, также поменялись. Ну, например, стандартный диалог, который надо открыть сразу же после установки, это диалог опций. Раньше у нас было что-то порядка 500 различных опций, собранных в единый список, находящихся слева. Что-то найти в этом списке опций будет достаточно тяжело. И это было достаточно тяжело. С другой стороны, сами экраны, которые здесь у нас с опциями работают, стали чище и более легкие для восприятия. На мой взгляд, это действительно так. Что еще здесь достаточно полезно? Немножко сгруппировано по-другому набор опций. Например, если вы хотите что-то сделать с, ну, допустим, эдитором, то вы должны залезть в юзер-интерфейс и посмотреть это дело. К этому надо привыкнуть. Да, действительно, есть такие особенности. Но здесь есть, опять-таки, на заголовке этого окна есть окно поиска. Если мне нужно что-то, связанное с ошибками. Ну вот, я сразу нахожу нужную опцию именно в этом диалоге, для того, чтобы каким-то образом ее использовать. Если я вот этот исходный текст, вот у меня единственный исходный текст, который здесь есть, попробую откомпилировать. Компиляция проходит еще быстрее, чем раньше. Как видите, все достаточно неплохо отрабатывает. Я не ту клавишу нажал, у меня просто перекинулось на другое окошко. Ничего страшного. Я нажму теперь как раз ту самую клавишу, которая мне нужна. Обратите внимание, здесь достаточно много сообщений об ошибках, но они могут вполне быть различимы. Сколько у меня замечаний, сколько ошибок, сколько подсказок. В отличие от тех окон, которые были внизу в предыдущем релизе. Ну, с точки зрения интерфейса, все достаточно понятно, в какую сторону изменилось. Ну, например, вот менеджер пакетов GetIt. Да, вот GetIt тоже изменился. Я неспроста показываю это окошко. Люди, которые уже установили систему, спрашивают, почему вот здесь количество общих приложений меньше, чем было в предыдущем релизе. Ну, просто потому, что их надо подготовить, перекомпилировать и включить в этот пакет. Постепенно они будут опять обновляться. Дойдут даже до большей цифры, которая была там. Значит, здесь у нас отличие в том, что список скролируемый, и вы можете искать нужное приложение. Здесь же, опять-таки, по тому же принципу. То же самое коснулось нашего окошка New. Он работает по тем же принципам, что любое окно поиска. Ну, и, соответственно, вот у нас получается достаточно удобный способ выбрать того, что мне нужно в рамках создания нового юнита, библиотеки или каких-то других вариантов. Давайте на какое-то время вернемся к нашей презентации. Значит, что еще поменялось? Помимо того, что внешний вид среды поменялся, изменилась внутренность нашей среды. Можно сказать, то, что работает под капотом. В частности, код completion стал работать асинхронно и дает быстрее и работает более точно. В частности, он работает именно таким образом, с компилятором C++, в том числе и с самым последним C++17. В отличие от предыдущей версии, теперь не требуется наличие NET 3.5. Ну, честно говоря, это иногда удивляло. У меня на машине стоит, например, NET 4.8, 4.5, и вдруг мне требуется ставить NET 3.5. Скорее всего, он уже у вас есть, поскольку на стандартном ПК есть все необходимые фреймворки, .NET фреймворки для работы Windows, поэтому сейчас не требуется ставить такую штуку. Дальше. В дистрибутиве поставляется соответствующий SDK. Нативные приложения делаются с помощью стандартных библиотек, которые поставляются сами производителями платформ, в частности, Windows SDK. Существенно улучшено быстродействие Live Binding. Это действительно так. Многие уже подчеркивают это дело. Ну, и вот достаточно приятная вещь. IDE FixPack была такая дополнительная программа, пакет, который был сделан внешним пользователем. Теперь включен сам состав IDE и, соответственно, обеспечивает все те функции, которые там были. Что касается языков программирования. Я так вкратце пройдусь по этому поводу. Не отказываясь от традиционных преимуществ Delphi, мы решили расширять язык. Расширять язык опциями. То есть, хотите использовать эти новые возможности, используйте, не хотите, не используйте. Это ваше право. Но в целом это дает новые возможности как для разработчиков компилятора с точки зрения управления памятью, так и вам, для того, чтобы быстрее и удобнее писать собственные обработчики, собственные программы. В целом направлена работа на расширение языков, повышение качества, стабильности, корректности и современных возможностей языков и компиляторов. Ну и, соответственно, вот поддержка C++ стандарта 17-го для IN32. Значит, соответственно, это самый заметный шаг вообще по всему набору компиляторов, которые входят в состав. Входит их туда 14 штук. Что касается Delphi. Там достаточно много изменений. В частности, хотел бы упомянуть наличие inline переменных. То есть, переменные, которые можно ввести так же, как, скажем, в JavaScript, в Rust или в других языках, прямо по ходу текста той или иной процедуры. Если они пересекаются с глобальными переменными, там, соответственно, получаются какие-то дополнительные сообщения. Тут не страшно. Для inline переменных существует своя область видимости, четко описанные правила, как это работает. Ну и, соответственно, распределение этих переменных работает несколько проще, чем те, которые компилятор брал из секции var в каждой процедуре. Самое главное, что вам не требуется этого делать, по ходу заранее описывать все переменные и заранее их потом инициализировать. Вы можете прямо в строке описания переменной добавить инициализацию. И, кроме того, если инициализация присутствует, то по тому, чем вы инициализируете, компилятор сразу может догадаться, какой типа вы хотите использовать эту переменную. Вы можете не писать, например, в данном случае for var i integer, вы можете написать просто for i, двоеточие, равно единице, и, соответственно, компилятор определит, что это будет integer. То же самое и для функций, и для интерфейса. Объявленная возможность управляемой записи, пользовательские управляемые записи будут включены в следующие релизы. Важные изменения, опять-таки, подкапотные. Компилятор Linux теперь не арковский. Простите. Технология ARK широко используется в Mac и Android системах. Они по-прежнему остаются арковскими технологиями. В Linux решено сейчас не делать компилятор обязательно арковским. Это не значит, что мы не поддерживаем вообще ARK. Просто есть определенные соображения, по которым было решено сделать именно таким образом. Но в результате вы теперь в рамках Linux приложения можете использовать стандартные типы ANSI-стринг, ANSI-чар. То, чего раньше не было доступным. Ну, соответственно, изменения в языке Delphi они направлены еще на дальнейшую совместимость с C++. C++17 – это последний стандарт, который сейчас широко используется в большинстве компиляторов. Этот компилятор сделан на базе C-Lang. Соответственно, он достаточно гибкий и модифицируемый. Ну, и, соответственно, все рантайм-библиотеки собраны на этом компиляторе, включая дополнительные библиотеки, которые также поддерживают. Это не значит, что если вы пользовались синтаксическими возможностями C++11, C++14, ну и так далее, то вы ими не сможете пользоваться. Нет. Так же, как, скажем, JavaScript-ом, вы можете пользоваться теми возможностями, которые находятся в редакции ниже. Компилятор это дело позволит. Библиотека-компонент. Значит, там много изменений, но хотелось бы отметить несколько. Как мы говорили, что в Windows мы улучшили работу с HiDPI. Вот, в частности, поддержка Windows режима Per Monitor Version 2 позволяет использовать новую систему, новые модели, метрик, для того, чтобы приложение само автоматически определило размер, размерности и разрешение того или иного экрана, на котором оно сейчас работает, и приспособить, соответственно, интерфейс к этой системе. Помимо этого, были определенные проблемы с пользовательским интерфейсом на HiDPI устройствах, если мы использовали картинки, иконки или что-то еще. Проблема в том, что масштабировать такие изображения было очень тяжело. Указывать для каждого устройства отдельный список картинок было достаточно трудоемко, и эта работа достаточно была рутинная. Поэтому был придуман дополнительный компонент, точнее, два компонента, которые называются Image List Image Collection, которые мне бы хотелось сейчас вам показать. Давайте закроем приложение, которое было здесь. Откроем специальный пример, который был сделан к выходу этого релиза. Приложение достаточно простое. Здесь у нас есть экранчик небольшой, две кнопки с рисунком, и где находятся те изображения, которые отображаются на Toolbar и на этой кнопке. Как раньше это было, у нас есть компонент Image List, где находятся такие вот компоненты, такие картинки, такие вот. И если я буду использовать этот подход, то, например, если я хочу изменить масштаб моего приложения для разных устройств, как вы видите, иконки остаются мелкими, или, если я говорю, чтобы они растягивались, то они теряют свою четкость и становятся расплывчатыми и малопривлекательными, скажем так. Что можем сейчас мы предложить для разработчиков с точки зрения решения этой проблемы? Появляется новый набор компонентов. Первый – это Image Collection, где вы объявляете те картинки, которые должны быть, и загружаете различные разрешения для каждой из этих картинок. Это можно даже делать автоматически. Но, в частности, вот для чекбокса здесь прописаны такие разрешения для иконки T-ColorBox. Это, кстати, иконки нашей среды. Есть размер 16х16, 24х24, 32х32. Это коллекция, куда вы просто говорите, что есть такая вот картинка, и есть такие разрешения для этой картинки. В данном случае этот компонент ничего не знает об устройстве отображения, на котором будут эти картинки отображаться. Он связывает эти картинки с кнопками. Но есть виртуальный Image List, который фактически является повторением того же Image List, который был перед этим. Он берет картинки из этой коллекции и говорит, что вот эта картинка будет использоваться вот в таких-то вот разрешениях. он четко знает теперь, на каком устройстве он будет работать, этот компонент, и будет подставлять в отображение ту размерность этой картинки, которая требуется этим устройством. Есть определенные правила, которые описаны в документации, вы можете это дело увидеть. Ну, и чтобы не быть голословным, покажу это дело на примере. Вот он запустился. Что я должен сделать? Вот я должен сменить списки. Вот теперь у меня поменялся поддержка вот этих картинок на вот этот список. И попробую сделать тот же Scale. Обратите внимание, здесь картинки соответствующим образом увеличиваются. Причем они не растягиваются в отображении, они именно подставляются, та другая картинка, которая требуется для этой разрешающей способности нашего экрана. Последнее, что хотел бы показать, и то, что мне очень нравится самому лично, меня всегда очень убивало. Если я должен закрыть много закладок редакторов, то я должен был бежать куда-то сюда, нажать кнопку, потом выбрать очередную закладку, нажать сюда, сюда, сюда. В общем, это было долго. Если сейчас мне нужно закрыть окно редактора, я могу это сделать прямо здесь же, на этой вкладке. Мне это сильно экономит и время, и усилия работы, которые там есть. Есть еще много дополнительных вещей, которые были включены в VCL для поддержки Windows API. Об этом мы чуть больше будем говорить. Давайте посмотрим, что же было включено в FireMonkey. В FireMonkey был расширен возможностями работы с современным уровнем API Android. Требование Google для новых приложений Play Store для 2018 года это работа с API версии 26. Это было сделано. Теперь вы можете работать с этим делом. Стандартная конфигурация использует текущую версию. Вам потребуется установка нового SDK, если у вас уже есть установленный SDK. Дальше. Заново спроектирована поддержка Android Permission, поскольку эти правила изменились у самого Google. Поэтому может потребовать внести какие-то изменения в ваш код для того, чтобы поддерживать вот эти самые Permission таким образом. То есть пользователь может вызывать соответствующие запросы разрешений в момент, когда запускается приложение. Почему это сделано именно таким образом? Это сделано еще потому, что теперь мы можем использовать в Android нативные компоненты, такие как перечисленные здесь SwitchEdit, CalendarMultiView, которые также могут потребовать правила разрешения работы с устройством. Значит, почему мы подчеркиваем это дело? Потому что и раньше можно было использовать встроенные в SDK, NDK компоненты, но они закрывали приложение, то есть окна пересекались у нативных компонент и приложений, и в этом смысле получалось хаос, мешанины на экране, и это было тяжело сделать. Сейчас мы дали возможность работы со свойством Z-Order, то есть указывать, где в каком порядке окна должны будут складываться в стек на экране, и теперь можно использовать и нативные компоненты, и те, которые мы называем стилизованными. iOS поддерживается теперь версией 12. Как только появится поддержка macOSA64, соответственно, и появится симулятор D12 iOS. RTL и работа с данными. Существенный кусок, который практически сейчас не виден наружу. То есть все эти изменения подкапотные. Я их только перечислю. Основные изменения были направлены на улучшение работы с быстродействием и более корректной работы с памятью. Тут большие достижения достаточно, которые можно отметить с точки зрения быстродействия. От 3 до 10 раз ускорилось выполнение отдельных операций, и не только с DELF-RT. также поддерживаются Unicode-овские регулярные выражения и переход на новые версии библиотеки DELF, которые использовались в RTL. Поддержка баз данных остается примерно на том же уровне, но она резко ускорилась. Кроме того, для работы с JSON и JSON-документными базами данных были расширены возможности компонент FireDag для работы именно с внутренними стримами, ридерами, райтерами, которые опять-таки резко ускоряют работу. С точки зрения HTTP-протокола мы переделали HTTP-клиентскую лайбрию так, что она теперь лучше работает с различными типами MIME, лучше использует поддержку HTTPS в мобильных приложениях, ну и, соответственно, умеет работать с современными правилами модификации для всех облачных платформ. RAD-серрер это компонент наших систем, который постоянно развивается, постоянно изменяется. RAD-серр это готовый сервер для REST-интерфейса, но который уже там реализованы определенные функциональные преимущества для того, чтобы обеспечить аналитику, управление пользователями, распределение прав, ну и там подобные вещи, в том числе и работу с IOT-устройствами, но вы можете расширять этот RAD-серр своими конечными точками, и это делается достаточно просто на языке Object Pascal или в Delphi или на C++. Здесь основных проблем было две. Во-первых, нужно было улучшить классы работы для JSON. Понятно, что REST-интерфейсы в основном работают с данными. Данные берутся из дейтасетов, если мы говорим о Delphi или C++ Builder. Соответственно, нужно обеспечить перевод одна форма представления в другой, такая, чтобы не слишком замедляла работу и была удобна для всех клиентов, которые могут использовать эти конечные точки. В частности, наша компания Сенча, которая поставляет компоненты для разработки JavaScript FrontEnd'а XTGS, она, соответственно, может использовать наши теперь ROT-серверы для того, чтобы обращаться к данным через REST-интерфейс. Для того, чтобы это сделать, в самом ROT-сервере часто не требуется ничего, то есть ни строчки дополнительной кода. Есть специальные компоненты, которые преобразуют датасеты в JSON-представления и автоматически делают это просто с помощью атрибутов, которые компилятор понимает достаточно хорошо. Ну и теперь давайте к практике перейдем. Практики у нас осталось не так много. Самое стабильное, что у нас было, это редакции. Как вы видите, прорыв Community Edition это был первый за много лет прорыв с изменением редакции, то есть набора возможностей и, соответственно, цен для поставляемых продуктов. Но теперь мы еще гарантируем, что Professional Edition будет включать работу с мобильными платформами и также содержит Interbase Lite IB Lite для включения в свои мобильные приложения. Enterprise Edition практически не изменилась. Разница профессиональная, что это мы работаем с десктопными и простыми мобильными приложениями. Enterprise работает с клиент-серверными многозвенными приложениями широкими на уровне нужным предприятиям. Значит, соответственно, Enterprise включает все сетевые возможности, DataSnap, полный FireDuck для работы с удаленными клиент-серверными базами данных, RAD Server. Причем, в данном случае RAD Server это не просто как инструмент, но также есть лицензия на промышленные промышленные использования RAD Server на одном сайте, на одном хосте. изменилась редакция Architect. Это нечто такое, что никогда не изменялось и вот теперь изменилось. Сначала хотел бы подчеркнуть, что Community Edition, несмотря на то, что она является бесплатной, у нее есть ограничения на использование. Если вы разрабатываете и используете приложения, разработанные вами на Community Edition для продажи, то по достижении общего дохода в 5000 долларов вы должны приобрести коммерческую лицензию. Для организации это общее поступление от любой деятельности, для частных лиц это только от деятельности независимых разработчиков. По поводу архитекта. В свое время и долгое время в состав RAD Studio Architect, которая была предназначена в основном для разработчиков систем баз данных, входили родные исконные продукты Embarcadero. Это ER Studio и DB Power Studio. Компания Edero решила изменить этот порядок и с этого года в состав редакции Architect эти продукты не входят. Однако, если вы получаете новый релиз по подписке, эти продукты у вас остаются, лицензии на эти продукты остаются, но обновления, модификации этих продуктов поставляться вам не будет. Что же взамен? Взамен поставляется AquaFold AquaData Studio, объединяющий несколько продуктов из DB Power Studio в том или ином виде. Добавлен XT.js, то есть это тот самый фреймворк системы компонент для быстрой и надежной разработки корпоративных веб-приложений на JavaScript для построения веб-клиентов компании Sentia и включена лицензия для развертывания RAD-сервера на множестве сайтов. На нескольких сайтах столько, сколько вам нужно. подводя итоги того, о чем я сказал, у нас есть следующие достижения и особенности нового релиза. Релиз привнес существенные расширения и развития поддержки C++. Пока на Windows 32, но в ближайшее время мы планируем перенести эту поддержку для всех платформ. расширился и обновился синтаксис языка Delphi Object Pascal. В данном случае изменения не такие значительные. Более того, для некоторых наших пользователей они являются спорными, но лучше иметь такую возможность, чем не иметь. Тем более, что она способствует улучшенному управлению памяти в рамках выполнения приложения. FireMonkey обеспечивает поддержку нативных Android контролов и работу с API требуемого Google API Level 26. Соответствующие изменения для Windows 10, Windows Store, WinRT, VCL и High DPI обеспечивают разработку приложений под самые современные аппаратуры, работающие на Windows, а также для создания приложений для Windows Store с выполнением всех стандартов и требований, которые Windows на них накладывает. Существенная модернизация внешнего вида и пользовательского интерфейса среды разработки обеспечивает более комфортную, менее утомительную работу и более быструю разработку для всех пользователей, которые переходят на эту версию. По базам данных у нас идет в основном ускорение доступа, резкое, иногда критически важное ускорение работы, быстродействия драйверов, которые используются нашими средствами, ну и соответственно улучшенная и упрощенная работа с JSON и веб-приложениями в REST-интерфейсе, которые мы можем дать. Ну, соответственно, расширение архитектуры RAD-сервер предназначено именно для того, чтобы облегчить работу наших разработчиков по расширению самого RAD-сервера и обеспечить еще больше набор клиентов, типов клиентов, которые могут обращаться к этому RAD-серверу по стандартному REST-интерфейсу. Многие прочие улучшения качества и скорости работы, о которых мы можем поговорить еще в дальнейшем. На этом я закончил. Вот перед вами мои координаты. Если есть какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу. пожалуйста, вопросы можно задавать в чат перед вами на экране в письменном виде, а я буду отвечать вслух или могу потом написать письмом, если вам потребуется. Пока вы думаете над вопросами, давайте мы обращем внимание на некоторые особенности. Понятное дело, что как только вышла новая версия, нашим пользователям, находящимся на активной подписке, были разосланы письма. Для вас доступны новая версия, инсталлятор находится здесь, вы можете перейти туда. Напомню, у нас лицензии бывают двух типов. Это обычная именная лицензия и сетевая лицензия. То есть лицензия, находящаяся под управлением специального сервера лицензирования, которое вы устанавливаете у себя в компании. Если с именными обычными лицензиями все понятно, вы ставите на свой компьютер новую версию, она, кстати, живет совершенно спокойно в параллель со старой версией, которой 10.2, то сетевыми лицензиями тут происходит определенная непонятка, как получить новую лицензию, новый продукт. Для этого нужно зайти в административную панель сервера лицензирования, это веб-интерфейс, найти страницу с лицензиями, нажать кнопку Update License. Если ваш сервер лицензирования не имеет доступа в интернет, и все порты, которые описаны в документации, открыты, то он сам скачает нужную лицензию и ссылку на скачивание дистрибутива. Вот сейчас с этим есть определенная неувязочка, там, похоже, ссылка некорректная, но в ближайшее время мы это дело исправим. Дальше. вы скачали этот интерфейс, извините, инсталлятор. Вы установили этот продукт. Продукт устанавливается чаще всего через веб-инсталлятор, то есть там можно выбрать те платформы, которые вам нужно выбрать. Здесь обратите внимание на некоторые вещи. если раньше интербейс интербейс to go интербейс light устанавливались через getot, сейчас они устанавливаются прямо в инсталляторе. Если вы их не выбрали, они устанавливаться не будут. Потом в getot их найти будет тяжело, их придется устанавливать через платформ менеджмент. Кроме того, после как вы установили все эти продукты, обратите внимание, здесь есть вот эти файлы, ссылки RAD Studio, Readme на английском языке, вот я его вызываю, RAD Studio Install на английском языке, ну если кто-то знает французский немецкий, здесь они тоже, RAD Studio Deploy, который файл, который описывает какие файлы вы должны деплоить вместе со своим приложением, если это нужно, и важнейший файл, который может нужен вам и вашим руководителям, это RAD Studio License, на русском языке, вот эти файлы я хотел бы подчеркнуть, они вам нужны, почему я обращаю внимание на наличие этих ссылок и файлов, потому что они ведут на обновленную документацию по 10.3, обратите внимание, она тоже получилась более свежей и более четкой, я бы сказал, и здесь содержится очень много полезной информации, например, Release Notes, которые здесь здесь обратите внимание, сколько различных пунктов, различных вопросов можно узнать, если прочитать этот файл, к сожалению, на английском языке, но если вам это потребуется, обращайтесь к нам, мы как-то может быть попробуем перевести, вообще в гугле это можно сделать, здесь же есть полезные ссылки, например, на Installation Notes, Почему это важно? Потому что здесь сказано, например, как работать с предыдущими версиями, где их взять, как мигрирует свои приложения на это дело, точнее лицензии, если это вам нужно, как изменится ваш проект после того, как вы откроете это приложение, какие есть проблемы сейчас отмеченные с установкой и как их решить, что нужно сделать для того, чтобы работать с Linux, ну и так далее там подобное. То есть здесь есть очень много полезной информации, которой обычно нам приходится отвечать нашим пользователям, хотя она здесь вся есть. Точно так же здесь есть много подробной и полезной информации по установке. Какие случаи бывают, какие необходимы условия для того, чтобы поставить. Хотя я должен сказать, что здесь у нас есть определенные тоже неточности. По крайней мере, когда мы говорим об установке внешних продуктов, где их взять и так далее, здесь написано в FastReport 5.0, я как раз недавно говорил с руководителем компании FastReport, он говорит, что в рамках 10.3 поставляется все-таки 6.2. FastReport это значительно лучше. кроме того, есть определенная неточность в установке Android SDK и SDK если у вас они уже установлены на машине с предыдущей версии. Здесь написано, что вы должны сделать для того, чтобы обеспечить правильную работу с этими, правильную установку и правильную настройку на эти компоненты. Ну и соответственно здесь у вас есть все встреченные недостатки, ошибки, при которых можно сейчас встретиться. Почему сейчас? Потому что понятное дело, что несмотря на активную бета и альфа, гамма, все остальное тестирование, какие-то вещи всплывают только сейчас. Просто количество пользователей несравнимо с тем, что было в режиме тестирования. Часть из этих вопросов достаточно важные. Например, они касаются настройки правил лицензирования для профессиональной редакции или для архитектурной редакции. Часть из них достаточно редко встречается. Например, есть сообщения о том, что, допустим, сообщения о том, что если вы ставите не все файлы устанавливаются, если вы хотите использовать юникодовские регулярные выражения, но это происходит не всегда, а только в том случае, если вы отказываетесь ставить определенный компонент. Здесь это написано, как это дело обойти и подобные вещи. Вообще ошибок не так много. Они могут быть заметны. В частности, есть сообщения о том, что в среде отключены DB Express Enterprise компоненты в редакции Enterprise в DB Explorer. Это ошибка такая, малонужная и баллозаметная, но она будет исправлена в ближайшее время. и так далее. Просто видимо не все файлы могут быть включены. Например, где взять те самые варианты архитектуры, где взять те дополнительные продукты, которые входят в редакцию архитект. Обычно у нас есть файл additional download. Сейчас он по каким-то причинам в поставку не пошел, но в ближайшее время он будет опять включен в эту поставку и вы узнаете, где это сделать. На самом деле я могу сказать сразу, если у вас редакция архитекта или вы будете покупать редакцию архитект, то там есть определенные тонкости по лицензированию. Например, для продукта Data Studio для XTGS у вас один тип лицензии, для RanaRex Studio там другой тип лицензии. Все эти тонкости будут направлены вам отдельным письмом на тот email, который был указан вами при регистрации и вы получите помимо ключей к этим продуктам соответствующее объяснение, как работают эти или иные лицензии. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел рассказать сегодня про новую версию. вопросы. Если у вас есть вопросы, еще раз приглашаю задавайте. Если вопросы возникнут уже по ходу установки или переводу на новую релиз своих продуктов, задавайте нам в письмах. Координаты наши вот они. Ну что ж, если вопросов нет, я, пожалуй, завершу сегодняшний наш семинар. Приглашаю всех через две недели на более подробный обзор возможностей новых языковых возможностей в Delphi и C++. Там же будет демонстрация этих возможностей. Ну и дальнейшие наши вебинары из этой серии, которые будут посвящены очень интересным вопросам, в том числе и дополнительным разработкам для мобильной инструментов для мобильной разработки, которые делают наши MVP, наши дополнительные разработчики. На сегодня я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры